Всем привет! В эфире канал Simple History. И сегодня мы поговорим не совсем об истории Черкесии, а о совсем уж давних временах. Скажем так, погрузимся в самую глубину истории и начнем рассматривать ее с самого начала, с самого появления первого человека на территории Западного Кавказа для того, чтобы поэтапно прийти к современности. Я думаю, это будет логичнее после того, как мы общую часть прошли. Теперь мы погрузимся в давнее прошлое для того, чтобы понять, как развивались исторические процессы на территории Западного Кавказа, как они привели к образованию того мира, который мы знаем здесь, и того этноса, который присутствует на территории Западного Кавказа, этноса. Начнем мы с самого древнего периода человеческого присутствия вообще в мире, и в целом здесь на Западном Кавказе. Это эпоха каменного века, которая делится на три периода. Огромный период древнего каменного века, это палеолит называется. Он очень длинный, от появления первых человекоподобных существ до появления человека современного типа. Это сотни тысяч лет истории, и истории, которая не очень сильно изменялась. То есть одна из самых больших загадок истории на сегодня, относящаяся именно к каменному веку, это то, как так получилось, что в какой-то период просто человек резко стал очень сильно развиваться. Дальше обозначается мезолит, это средний век, это уже человек современный, когда жил. И неолит, это поздний каменный век, это уже первые зачатки в этом каменном веке, неолит именно в его части, первые зачатки цивилизации происходили. В последнего времени в науке считалось, что история Северо-Западного Кавказа, она в общем-то не очень глубокая в целом, если смотреть по мировой истории. Занимала там не более ста тысяч лет, но вот в Карачаево-Черкесии была открыта стоянка такая пещерная древняя, называлась она Треугольная, которая углубила время появления человека на Северо-Западном Кавказе до полмиллиона лет. Ну, то есть, мы здесь понимаем, что это человек не современного типа, это пятикантроп, еще прото-человек, прото-люди, не так выглядящие, как современные люди. Но это были единичные случаи, возможно, конечно, еще будут какие-то открытия по этому поводу, пока это вот все, что есть. Массовое же заселение территории Северо-Западного Кавказа произошло в промежуток между 150 и 80 тысячами лет назад. К тому времени относятся памятники конца раннего каменного века, называются они Абадзехская стоянка пещерная, среди Хаджогская стоянка и Абинская стоянка открытого типа, то есть на открытой местности. Все эти три памятники были открыты специалистам именно по древнему каменному веку Аутливым. При этом стоит отметить, что на территории Адыгеи и всего Северного Кавказа на сегодняшний день пока не обнаружено ни одной именно пещерной стоянки древнего каменного века, то есть давней эпохи, но зато имеется одна средняя Хаджогская стоянка открытого типа и десятки местонахождений, которые могут считаться как следы поселений. С чем это связано? Допустим, та же пещеря треугольная в Карачао-Черкесии, она находится на высоте 1500 метров, а вот в западной части, как правило, таких стоянок пещерных не обнаруживается, точнее они не поднимаются выше 500 метров. Почему? Потому что по одной из версий, ну скажем так, в те времена вот эти полости пещерные в горах на Западном Кавказе, они находились либо слишком низко, что не было удобно для человека на равнине или вообще в затопленном состоянии, либо очень высоко, то есть там в горах, где в общем-то довольно прохладная погода, сохраняется большую часть года, а так как в то время человек хоть и пользоваться огнем умел, но не умел его добывать, то естественно было затруднительно для него проживать в холодных условиях высокогорье. Этот промежуток, если его удлинить от 120 до 36 тысяч лет нашей эры, можно назвать эпохой Мустье. В это время люди активно осваивали горы и равнины, покидали северные именно склоны Кавказа во время оледенений максимальных и туда же возвращались во время потеплений. Однако около 40 тысяч лет назад, в эпоху уже верхнего неолита, когда человек приобрел современный облик, тот период вообще считался периодом, вот эта мастерская эпоха, это период неандертальцев. Но о них мы поговорим в отдельном выпуске, там есть кое-что, что стоит подчеркнуть, касающиеся именно истории неандертальцев именно западного Кавказа. История, которая, в общем-то, повлияла на судьбу всех неандертальцев в мире. Период вот этой эпохи, этой протекалу очень нестабильный, то есть там климатические перепады очень сильные, то оледенение, то засухи. Температуры годовые, допустим, по сравнению с современными, колебались на 5 градусов, зимние на 9 градусов. Естественно, это все заставляло людей искать более надежные места для проживания, строить, именно строить, допустим, дома первые для себя, укрыть, шить одежду себе теплую. В это время как раз человек научился добывать огонь, что дало ему возможность подниматься выше в горы, заселять в более высокогорные пещеры. На территории Западного Кавказа археологи выявили десятки памятников среднего периода, но все они в целом концентрируются вокруг трех точек. Это, значит, восточная точка и пещеры по реке Губс в Мостовском районе. Эти пещеры, это вообще культура пещер этих, она как бы считается наиболее типичной кавказской местной. Значит, потом это центральный округ, это Ильская стоянка открытого типа на реке Иль, около современного поселка Ильский на его окраине, довольно обширная, и она считается культурно ближе к Европе. Балканы, Восточная, Западная Европа, вот те неолитические культуры. И третья, при Черноморской Шапсуге, она сформировалась в пещерах вокруг и в ущелье реки Хоста и имеет больше культурной связи именно с Передней Азией, с Ближним Востоком, с теми территориями. Как правило, в Меолите это как бы формы наконечников стрел, допустим, которые, допустим, у Хости, они зазубренные, в отличие от более плоских северных. Предполагается, что именно в это время появляются зачатки религиозных традиций, верований каких-то, понимания мистического, какие-то первые формы погребения с ритуалами появляются. В это же время есть теория, что появлялись как раз вот эти вот легенды о добывании огня. Ну, в случае черкесов это будет легенда о герое Сосрыка, Сосрыква или Сосруко, еще в разных вариациях разных народов, который возвращал огонь людям. Чуть более позднее время, после 40 тысяч лет до нашей эры, находок оказывается меньше, из-за чего некоторые из авторов делают выводы, что человек ушел с Западного Кавказа и только в неолите там боился. То есть, в этот промежуток пустыня была. Ну, как бы малость находок не говорит о том, что там не было людей. И в это же время вымирают неандертальцы. В следующем ролике я, в общем-то, расскажу, с чем это связано. Но это действительно был такой факт. И определенный природный катаклизм, вызванный извержениями, он как бы очень сильно повлиял на население Кавказа. И какое-то время действительно было мало здесь. Людей здесь было очень сложно выживать. Ученые, которые находят уже в неолите, в каменном веке, после 40 тысяч лет, находки, когда они находят, по многим признакам, они определяют какую-то культурную общность этих находок кавказских, вообще в Северного Кавказа и Западного Кавказа, с находками в Центральном Кавказе, на Южном Кавказе, в Ближнем Востоке, из-за чего делают, в общем-то, вывод о том, что есть определенное тяготение культуры каменного века неолита с культурами вот Передней Азии и Ближнего Востока. То есть, какая-то общность какая-то вот была все-таки. И рассматривают иногда вот как единую культурную зону всю территорию, от Кавказа до, там получается, Месопотамии. Судя по густоте памятников, именно Западный Кавказ, он заселялся наиболее интенсивно во времени олита, в отличие от Центрального Восточного, из-за более благоприятных условий, опять же, из-за того, что, в принципе, остатки извержения, оно происходило извержение на Центральном Кавказе, соответственно, там наиболее были пострадавшие эти регионы климатические. Обживались в это время в основном предгория, низкогория, среднегория, чуть повыше, оно не заселялось ввиду большого оледенения в то время, это ледниковый период был. Около трех десятков памятников Западно-Черкесии, именно в позднее каменного века период, большинство стоим относятся к его концу. Это уже, там, десятое и меньше тысячелетия н.э. И хотя, допустим, аналогичные памятники в Европе, там, в той же Испании, во Франции или на Урале, они более яркие, там, рисунки всякие представлены, там, первое художество на скальной живописи, здесь такого нет. Максимум, там, рука, насколько я знаю, отпечаток руки обрисован есть. В основном, она схематична очень, ну, в общем, не столько ярко отображена, как в других частях мира. Ярким примером такого искусства служат два музея-светища под открытым небом. Это Чернореченское урочище на реке Уруб, точнее, на реке Уруштен, где она сливается с малой лобой. Среднехаджовское урочище, надстаница Севастопольское на Копском районе, у истока ручей отметочного. Вот на Уруштене рассмотрено около шести десятков крупных камней, напоминающих фигуры медведя, тура, дикого кабана, зубра, лошади, черепахи, сома, бегемота, рога оленя там изображены. То есть, в основном, это животный мир, отмеченный по археологическим материалам губских пещер. Но он включает некоторых представителей южной фауны, экзотической для этих мест. Показатель, что на спине одного из крупных камней, бизона или медведя, исполнила композиция из лунок высверленных в количестве 12 штук и такие желобки перья в виде круга с 12 радиальными лучами. То есть, некоторые из ученых предположили такую теорию, что это первый прообраз календаря 12-месячного по восточным пониманиям. То есть, это какое-то влияние с востока. Примечательно, что в свое время подобные камни там же на Уруштене находил Лавпачи археолог. У него есть по этому поводу даже книжка. Называется Петроглиф Уруштена. Очень много вот этих камней с лунками, со всякими такими лучами, исходящими от них. Опять же, на Лоосской плите, на Майкопской плите встречаются подобного рода знаки в виде лунок с лучами. То есть, это какой-то общий знак с каменного века, ведущий свою историю. Но вот Уруштеновские камни у Лавпачи, они тоже к каменному веку относятся. Что еще интересное, обнаружен торс Венеры, например, на холме над этими пещерами. Слегка как бы такой подправленный резцом, то есть, выровненный человеческим фактором руками. Ну и разные находки. Допустим, там костяк девушки находили скелет, там же были зубы лошади, обточенные, специально как бы в виде копыта, с просверленной дырочкой, то есть, подвески были. Разного рода дротики из костей лошадей, полированные, окрашенные охрой. Их обработка для того времени, ну, она считается как такого рода каменного века искусственным. Потому что, ну, довольно хорошо сделана для того времени. Это ледниковый период Мезоли, 12 тысяч лет назад. Там не очень много по этому периоду, так подробных более-менее данных. В это время небольшие, как бы, группы охотников-рыболовов жили по берегам рек и озер в предгорьях и в глубине каньонов, вплоть до начала уже позднего каменного века. Например, известны такие места, как грот Ахцу. Это в основном побережье Сочи. Грот Ахцу, это виноградный грот в долине реки Мзымта. Чуть постарше, ну, мезолитическая, да, пещера, Кепшинская, так называемая пещера, это все, допустим, в долине реки Мзымта. Там эти открытия кезиловым проводились, зафиксированы все эти находки в этих местах. В Меолите, естественно, он чем и отличается. В это время люди изобрели уже керамическую посуду первую, шлифовать, сверлить стали каменные изделия, обрабатывать землю, выращивать первые злаки, первое именно земледелие появилось, а домашние из животных. Если, допустим, мезолит, он не оставил значительных памятников на Дону и Северном Кавказе, это в основном были кратковременные стоянки. Вот те же пещеры, которые я упомянул, они использовались во время охоты. Могли не то, что там постоянно проживали, они просто мигрировали, эти охотники могли там жить, потом перейти в другую пещеру, так как кратковременные стоянки были. В эпоху неолиток, как я уже упомянул, появились злаки, то есть обработка злаков, произошел переход от охотничества к земледелию. Кстати, считается, что именно Западный Кавказ является одним из первых очагов в истории России, очагов земледелия вообще. Ну и как во всем мире, этот переход назывался неолитической революцией, которая закончилась тем, что начали обрабатывать металлы. И это стало переходом к металлическим векам, то есть Медный век, Бронзовый век и так далее, в переход именно к цивилизованным формам уже историческим обществам. Соответственно, занятие скотоводством и землепашеством приводило к тому, что поселки становились оседлами, то есть люди собирались уже в постоянные места проживания. Поселение этой эпохи чаще всего представляет собой неукрепленные поселения на берегах озер и рек. Не встречаясь от Дагестана до Дона, неолитические жилища представляли собой легкие каркасные конструкции, изнутри и снаружи обмазанные глины. И нередко в них сооружались внутренние перегородки. В графах именно Северного Кавказа зарождается и каменное строительство. Здесь, наверное, имеется в виду больше Восточного Кавказа. Значительные изменения произошли в духовной жизни. Соответствующие с земледелием появились ритуалы, верования, культы. Памятники искусства свидетельствуют распространение культа богини-матери земледелия, символов проладородия. В это время очень активные связи, несмотря на расстояние, были у местного населения с территориями, допустим, Передней Азии, за Кавказьем и степняками, которые кочевали в Северном Причерноморье. В общем-то, максимально от Болгарии, грубо говоря, до современного Ирака, эти территории очень активно друг другом сообщались. То есть, видно, что некоторые памятники искусства встречаются на этой территории, ну, как-то их принесли торговцы. Стоит отметить еще про климат. Дело в том, что в это время очень сильно изменение климата в мире влияло на появление, на изменение как бы традиций, как бы обычаев ведения жизни у целых народов. Которые приводили их к необходимости как-то взаимодействовать, что-то придумывать, что и привело к росту вот этих вот открытий, новшеств, которые привели к цивилизации. Что было с климатом в тот период? Климатические периоды, они отличаются, естественно, по названиям, от исторических или географических. Есть такой атлантический период, и к его концу, это примерно 3700 годы нашей эры, значит, пашиные и пастбищные земли распространялись на большей части Европы. И когда-то вот большие действенные леса, они превратились в такие отдельные лесные участки. Конец этого периода отмечался резким сокращением территории распространения пыльцевяза, например, что рассматривалось как результат человеческого производства продуктов. В последующий более холодный суббориальный период, это 3710 год, и до 450 года до нашей эры, то есть, в общем-то, вполне себе античное время. Лесистое местость на многих местах крутилось в степь. В это время появляется, так называемая, Великая Евразийская степь, то есть, вот это вот от Алтая до Восточной Европы, огромные степные пространства. И вот в тот период, когда здесь появлялась первая металлическая цивилизация на Западном Кавказе, обрабатывающая металл, самая первая культура, по сути, которую можно уже выделить, это 4,5 тысячи лет до нашей эры, примерно до 3000 года до нашей эры. В это время появлялось такое глобальное событие в мире, как Великая Засуха. Началась она около 3900 года до нашей эры, и представлялась собой наиболее интенсивное опустынивание той эпохи, которая завершила влажную фазу, в которой пребывал человек каменного века все это время. Считаю, что, вероятно, именно это событие стало началом появления пустыни Сахара в Африке. До этого это была такая сована лесистая, в которой проживало очень много людей каменного века. Естественно, вся эта засуха вызвала миграцию людей из засушливых районах. Так, например, из вот этого платота Сили, называется, в самом центре сегодняшней Сахары, оттуда произошел восход людей на территорию Нила, что привело впоследствии с появлением древнеегипетской цивилизации. В свою очередь в Месопотамии у шумеров закончился первый большой исторический период их существования, который резко поменял структуру общества. Вот так называемый Убейцкий период. По мнению специалистов, данный период был связан с установлением вообще у людей в мире патриархального именно общественного строя. Произошло первое социальное расслоение, появилась регулярная армия, насилие над детьми, развитие человеческого именно индивидуализма, и отчуждение телесной именно культуры, возникновение божеств антропоморфных, то есть человекоподобных, и концепционное линейное историческое развитие, то есть поэтапно, год от года, то есть хронологии. И известно, что даже сейчас регион именно Сахары, Северной Африки, в климатическом плане оказывает довольно серьезное влияние на Северный и Центральный Кавказ, то есть определенными потоками воздушных масс. То, естественно, можно понять, какую роль сыграла Великая засуха и пустынивание в том регионе, также на Северный и Западный Кавказ. Чуть позже, от 3200-2900 года до нашей эры, характеризуется так называемым пиорским похолоданием. В то время площадь ледников в Альпах, Карпатах и на Кавказе очень резко возросла, и, по-видимому, впервые с того периода, еще с времен Каменного века. Точную теорию, точную территорию такого оледенения пока еще не установили ученые, но можно предположить, что она была в глобальном масштабе. Например, на Ближнем Востоке поверхность Мертвого моря тогда поднялась почти на 100 метров. То есть, представляем, засуха была, все устоялось уже, и происходит там 800-1000 лет. Внезапно люди живут уже в той местности, в той географии, которая сложилась за последние тысячелетия, и внезапно резкое похолодание. Если здесь на севере похолодание происходит, то, соответственно, в более южных регионах это вызывает сонные дожди. Это зима, да? Тропическая зима. Соответственно, Мертвое море поднимается на 100 метров, а затем резко поднижается до уровня близкого к современному. И ряд ученых высказали мнение, что данное именно климатическое изменение связано с окончанием еще одного периода в истории шумеров, урукского периода, который у них именно в источниках определяется как темные века, темное время. И именно тогда, считается, у шумеров возник миф о Гильгамеше, о потопе. И, соответственно, миф о Великом потопе в Заветском Завете появляется в это время. То есть, все это, Великий потоп, отражает именно вот эти события. Засухи и рейского похолодания. Именно тогда считается, что люди одомашние лошадь в степи Центральной Азии. В общем, вот в таких условиях на Северо-Западном Кавказе появляются первые культуры, первые цивилизации, которые начали обрабатывать металлы. То есть, это первое уже более-менее, как можно сказать, выделяющееся не просто из общности людей каменного века, как и раньше было, а уже некая культура, которая стала обоссабливаться своими изобретениями, отделяться от других. Здесь мы говорим о первой, как я уже сказал, крупной, более-менее изученной культуре, относящей уже к позднему медно-каменному веку или эноалиту. И условно ее можно отнести к северо-кавказской обществе, общности точнее, в то время уже разделившейся в языковом отношении на дагабхазскую веку и нахско-дагестанскую. То есть, если в каменном веке эти люди говорили на общем северо-кавказском языке, который предположительно распространялся от Балкан до Турции, вдоль всего северного и восточного побережья Черноморья, то теперь это уже как разошедшиеся две ветви. Речь идет о культуре, так называемой на кольчатой жемчужной керамике, также известной как культура Мишоко по месту нахождения первых объектов этой культуры. Как я уже сказал, это 4500 лет до н.э. и окончание ее относится примерно к 3000 лет до н.э. Распространялся она на территориях современных Краснодарского края, Адыгеи, Карачао-Черкесии и части Ставропольского края. Причем в смешанном виде даже доходила до Волгоградской области, до Волги примерно. На территории России она относится к одному из первых очагов земледелия и металлургии, частные медные изделия они производили. Примерно в середине 80-х годов 20-го века она не выделялась учеными из более поздней майкопской культуры. Не могли каких-то отличительных признаков найти, считалось это все одна большая майкопская культура раннего бронзового века. Однако в 81-м году археолог Михаев открыл поселение свободное на равнине. Причем он находил, конечно, и менее значительные останки за два года до этого, но как-то вот они не убедили в его счету. И как бы они отличались резко от майкопской культуры. А в то же время на Тереке находят большой круг, аналогичный майкопскому кругу, с так называемой Галюгаевской 1, на раскопке такой. Стоянка Галюгаевская 1, в котором конкретно майкопские вещи нашли, которые утвердили, что четкое различие показали, что вот есть майкопская культура, а эта совсем другая на кольчатой керамике. Как-то более конкретизировались эти две культуры и отделились. Исследованные в разной степени поселения культуры Мишакова в основном локализовались в гористой местности, в предгорьях, по обе стороны Большого Капказского хребта. Вот на Прикубанской равнине, в северной части, изучалось только вот это свободное, которое первым открыли. И хотя для культуры это имеется в ряд параллелей в Закавказье, ее происхождение больше связывается именно со степными культурами вот этого раннего меднокаменного периода, которые идут в северную Кубань и вверх в северную Причерноморье. В частности, это Азова-Днепровская культура 2-го периода, древний период среднестагговской культуры, Мариупольский могильник, Хавалынский памятники по Волжье, это 5-4 тысячелетия до нашей эры, точнее, 5-4 тысячелетия до нашей эры. И в целом, вот этот период соответствует эпохе Триполия А, называется. То есть, это большая, очень такая, она изученная, но вызывающая очень много споров и разногласий, и культура в территории Украины, Триполия, которая очень часто ряд авторов пытается соотнестись с древними индоевропейцами, предками всех европейцев и славян. Наиболее ранний пример влияния степных культур отмечается в ранненеолитическом Нальчикском могильнике. Это 5 тысяч 100 и 4 тысяч 900 годы нашей эры. То есть, это рубеж 6-го тысячелетия, которому синхронное поселение в Терском бассейне. То есть, мы видим здесь уже с самых давних времен очень большое влияние степей северных, заселенных культурами, в общем-то, предками индоевропейцев, казалось бы. То есть, возможно, вероятно, что смешение тогда еще шло. Но в неолитические времена, теоретически, население было общим, то есть, генетически, неинаковым. То есть, что в Центральной Европе, что здесь, на Западном Кавказе, это были те же люди, родственники практически. Но там еще вопрос спорный, очень много еще требуется для изучения материала. Не будем здесь углубляться. Если брать период именно широкого распространения вот этой культуры Мишако, то схожие черты имеются в синхронных ей поселениях в Терском бассейне и в Западной Грузии. Значит, это отличается именно в керамике, в памятниках, отдаленных от основного региона культуры. Допустим, в районе Сочи, в Адлере и под Кисловодском. Значит, на южном склоненном побережье культура в ранние и средние периоды занимала часть территорий Абхазии. Это пещеры в Кадорском, Бзыбском ущельях и Мзымтинском вдоль Мзымты. Но в более поздний период, когда она уже угасала, эта культура, Новосвободненский, это 3200 лет до н.э., начинается резкое усиление влияния абхазской культуры, которая по побережью с юга шла, и в итоге она полностью заменила эту культуру. То есть, там произошло непонятно, то ли насильственное, то ли просто ассимиляция населения мирным путем. Но сменилась полностью культура. Что касается равнинного поселения Свободное, там, наоборот, прослеживается влияние северо-запада со стороны степных культур, протаямных, так называемых, в которых, кроме того, также имелись некоторые схожие элементы с этой культурой Мешаков. То есть, изначально мы уже видим, что это не просто какой-то чужой пришел, а какие-то родственники, условно говоря, очень похожие культуры. Поэтому, хотя памятник культуры определенное какое-то сходство, единство материальное, духовное представляет, но на периферии наблюдается схоже с соседними обществами. То есть, мы еще видим то, что они смешивались как-то вот. Где-то там на дальних регионах, на поступах к Кавказу, они жили, и там две культуры присутствовали одновременно. То есть, смешанное население, видимо было. Ну, как бы, члены не исключают, что со временем в культуре Мешако тоже будут подразделяться отдельные направления каких-то влияний, разделятся этапы развития ее смешения с другими культурами. Пока же можно сказать, что культура при Кубани была более близка к культурам Северного при Черноморье, даже в Балкан, а Южная прибрежная тяготела больше туда, к Ближнему Востоку, за Кавказью. Вот, но по сути своей была оригинальной культурой и, вероятно, представляла собой местное автохтонное население, не пришло им. Что касается позднего этапа этой культуры, на среднем-позднем этапе она существует параллельно с Маякопской. Маякопская культура, она как бы занимала равнинную часть при Кубани. Как бы чуть позже, по другой терминологии, ее стали называть Маякопско-Новосвободненской. Потому что, ну так получилось, что изучая Маякопскую культуру, нашли какие-то отвлекления от нее, вроде бы как такие вот, вроде она, но немножко с чем-то вкраплениями. И ее вроде как выделили отдельно по проселению Новосвободной, где находились в этой стоянке, в отдельную культуру, но потом поняли, что смысла сильно разделять нет, они уже близко похожи друг к другу. И назвали ее Маякопско-Новосвободненской. Но если быть точнее, то Новосвободненская культура, она в принципе не на равнинах была распределена. Эта культура является, по сути, смешанным горным вариантом. Вот это Мишако, которое с каменного века, эти люди, которые в этой культуре, они в предгорной части жили. Маякопцы жили на равнинах. И вот это в горной части, получается, со временем начало проникать майкопская культура в горную часть, и их культуры посмешивались. То есть эти люди параллельно жили. Поэтому очень вероятно, что майкопцы не местные. Ну, скажем, или смесь каких-то пришлых этих, степних народов. Они больше к степнякам, чем к оседлым горным жителям. Но вот так вот смешались эти культуры, и Мишако потихонечку как бы преобразовалось, включилось в майкопскую культуру, эти люди стали единым целым. И если на равнине майкопская культура долго сохраняла свои первоначальные черты, пока не была замещена другой северокавказской культурой средней бронзы, то Мишако, наоборот, она была более устойчива. Она в себя вбирала всех соседей, какие-то новшества, изменения. И как бы дольше, ну, сохранялась на одном и том же месте дольше всех. И таким образом, даже когда она сменилась дальменной культурой для гор, это была дальменная культура, если там северокавказская на равнине, здесь дальменная произошла, то даже дальменная культура, во ней многие черты сохранялись, мешаком. То есть это люди были такие, как бы, наверное, были открытые, общались с соседями больше, и у них вот все это смешивалось. И они из-за этого дольше оставались, их следы оставались в историческом развитии, в отличие от майкопской культуры, которая была просто заменена. Самое интересное, что культура мешако отражает свойственные классическим горным адыгам или черкесам черты. Она была оседлым, имела долговременные поселения, в отличие от подвижных вот этих майкопцев. Тут вопрос в чем? Что действительно, многие горные адыги, у них же аулы, они очень долгое время находились в одних и тех же местах, непрерывном, тысячелетиями, да? Они просто могли чуть-чуть мигрировать по местности, но они были собраны в определенных точках. В горной местности поселения располагались исключительно на возвышенностях, которые часто ограничены были с одной стороны крутым склоном или пропастью, а другая сторона был плоский рельеф, на ней укреплялся она стеной из такого рваного камня, наложенного на сухую, без звездкового раствора. Иногда ров вырывался, и сверху мог вставиться еще деревянный такой плетень или ограда какая-то. Жилища строились по кругу вдоль этих укреплений, внутри было свободное пространство, где скорее всего скот пасся, в то время, когда он ночью, допустим, стоял, во время не внешнего выпаса. Жилища строились турлучные, вот как раз о чем была речь, что на Украине, что здесь это вот эти вот саманные хатки турлучные, владыков, которые сохранялись до самого последнего времени. Это, видимо, как бы идет традиция строительства такого дома еще с каменного века. То есть, когда вот это вот общество каменного века была общей, ну, как бы это общая культура, была общий народ еще с причерноморскими территориями. Итак, жилища были турлучные, возможно, глинобитные, зафиксированные в раскопках развалы стен глинина обмазка полов. Если жили в гротах, там возводили как бы стеночки из камня, старались. Очаги иногда оформлялись плитами известняка или специальными глиниными блоками, использовать переносные мангалы. Одни раз даже была обнаружена углубленная в земли большие камни глинобитная печь. Были обычные хозяйственные ямы для разных нужд. А занятие земледелием свидетельствует наличие зернотерок и стенных мотыжек в раскопках. И в некоторых районах Западного Центрального Кавказа выявлено наличие древних зернических террас. Большие террасы, в которых видно влияние человека. Это Кисловодская Котловина в Ставропольском крае, Корчаево-Черкесии, в Крайе, в Северной Осетии такие встречаются. Территории начало их возведения относят к времени примерно середина пятого тысячелетия до нашей эры. и до середины четвертого тысячелетия. То есть ко времени раннего и середнего периода существования вот этой самой культуры мешаков. Их имел скачество, о чем говорят длинные и каменные пряслица. Ремесла было необычными для того периода в целом мире. Торговые связи очень ширные. Допустим был найден привозной обсидиан, то есть вулканический камень черный вулканический, из которого очень удобно было нарезать разного рода. Рубило, зубило, стрелы и прочее. Сердолик, морские ракушки. Причем какая-то любовь к морским ракушкам была даже у тех, кто жил в горах или в степной части. То есть прям привозили туда. Обсидиан доставляли из-за Кавказья. Медь для степных поселений с территории Балкан. Восточной Европы. О самомет луги у них пока слишком мало известно. В самый ранний период видимо использовались с очень небольшим количеством привозных медных изделий. Более позднее встречались уже свои какие-то шлак там встречался медный какие-то попытки что-то свое делать. Мало было. Это очень редко дорогой металл было. Немногие известные погребения раннего периода показывали, что хоронить могли под полом в жилище либо в пещере. Но как часто практиковалось неизвестно. Могилы были тесные обложенные и перекрытые камнями. Покойник сильно скорчен и с прижатыми коленями ног и одной рукой к лицу. А вторая протянута вдоль тела рука. На том или ином боку. Но изначально не исключено он мог находиться и на спине. Ориентация головой всегда на юго-запад или на запад. Инвентарь если присутствует то очень и охрой уже не посыпали в то время. Хотя это было модно в каменном веке. И известно захоронили лишь одного черепа сохранившегося в керамическом сосуде на стоянке Псового 1. К сожалению ДНК исследований по останкам представителей еще не проводилось. Но судя по результатам логичных исследований для майкопской культуры там вероятно будут найдены такие гаплогруппы которые свойственны людям каменного века Европы или Азии в принципе. То есть это очень редкие для современного человека гаплогруппы там совершенно почти не встречающиеся в наше время говорящие лишь о том что вероятно те массы которые мы имеем сейчас гаплогруппы они еще туда хоть и сформировались но не приняли большого участия в этногенезе в Западном Кавказе. Ну и время покажет будем следить за новыми открытиями в этой культуре. А в следующем выпуске мы перейдем уже к майкопской культуре майкопско Новосвободинской и расскажем немножко о ней. Следите за выпусками оставляйте комментарии делитесь с друзьями. Всем пока.